Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. У меня не очень хорошо складываются отношения с мамой с самого детства. Взаимопонимания нет, забота есть, я ей очень благодарна за всё, но с детства она меня постоянно в чём-то упрекает или говорит неприятное. Я понимаю, что она, наверное, просто пытается меня так мотивировать на действие, или бездействие, наоборот, в отношении к какой-либо ситуации, но в итоге после разговора хочется просто уйти, чтобы всего этого не услышать. Она выносит мозг говорить неприятные вещи по поводу моей внешности, моего поведения и отношения ко мне окружающих. Во взрослом возрасте я стал понимать, что из-за этого может страдать моя самая цель, но я не могу с ней перестать общаться. Но общение очень неприятное. Подскажите, пожалуйста, как можно решить проблему взаимоотношений с мамой? Ну, проблема взаимоотношений с мамой в данном случае решается через работу с вами, через вашу психотерапию, вот. И другого какого-то пути и способа здесь нет. Вот. Если прям вот конкретно отвечать вам на вопрос, то проблема взаимоотношений с мамой решается через вашу психотерапию, потому что вы находитесь с ней в какой-то степени в нездоровых отношениях, да? Вот. В ваших отношениях с ней присутствует то, что можно назвать деструкцией, то, что можно назвать разрушительными такими тенденциями, вот. и то, что можно назвать конфликтами, да? То есть, ну вот, некоторые такие противоречия, да, получалось. И, соответственно, их нужно разрешить, и всё как бы будет в общем и целом в порядке. Вот. Это если говорить в общем. Если говорить в частности и более подробно, то вы пишите следующее. Отношения у вас с мамой не складываются с самого детства. Вот знаете, вы как-то узнали о том, что отношения у вас не складываются. Вы как-то узнали о том, что у вас с мамой не очень хорошие отношения. И вряд ли вы узнали об этом от неё. Я сильно сомневаюсь, что об этом вы узнали от своей мамы. Вот. Лично я думаю, что вы узнали об этом от окружающих. Да? То есть, в какой-то момент посмотрели на то, как общаются другие дети со своими мамами, например. И подумали. О! А у меня не так. Да? То есть, что произошло? Вы сравнили свои отношения с мамой и взаимодействия мамы и ваших, например, друзей. Да? И их мам соответственно. И как-то вот не в самую лучшую сторону здесь всё возможно закрутилось. Так вы узнали о том, что ваши взаимоотношения не в порядке. Что здесь? Здесь сравнивание. Эта идея сравнивания, скорее всего, проявляется не только в этой сфере, но и в других. Забегая чуть вперёд, хочется сказать, что проблема самооценки это то же самое сравнивание. То есть, я себя чувствую хуже других не потому, что я хуже других. Я вообще-то как бы не могу понять, не могу знать, хуже я других или нет. Лучше я других или нет. Какие критерии хуже, лучше вообще существуют? Как бы это вопрос такой немножко он философский по понятным причинам. Но тем не менее, тем не менее. Но если я именно что сравниваю, если я именно сравниваю себя с кем-то, вот тут я уже могу совершенно, как бы, совершенно точно здесь могу сказать, что, например, что-то со мной вот не так. В данном случае. Вот. Вот. Совершенно. Точно. Ну, можно, можно вот в данном случае сказать. Понимаете, да? На чём идёт речь в данном случае. Хорошо. Вот. Такая вот история. Такой вот аспект здесь. Ну, вот. Присутствует. Присутствует. И, соответственно, с этого, с этого момента, как мне кажется, и нужно начинать с этого аспекта, как мне кажется. Вот. И нужно, нужно начинать с вами работать. Вот. В данном случае. Идём дальше. 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 Что? Вы пишите. На задаемой. Понимания нет. Вопрос, который, собственно, хочется вам задать, звучит Так, как вы, как вы знаете, как вы узнаете, что, ну, вот, ну, нет, вы ему понимали, да, что для вас, что вообще, что, ну, такое вот, что для вас такое, что для вас есть взаимопонимание, как вы, вот, сами вообще определяете, вот, эту историю, взаимопонимание или нет? Дальше, забота есть, что вы понимаете, это забота, я ей очень благодарен за все, супер, как вы об этом говорите? Здесь она меня постоянно упрекает или говорит неприятно, это понятно, что вот здесь она вам это говорит и так далее, да, это, безусловно, ну, понятно. Ну, вопрос, который вот вам хочется, хочется задать. Как, как на вас это влияет? То, что она, ну, эти вещи говорит. Понимаете, да? Как это происходит? Как конкретно на вас это влияет? Вот. Это Ваня. Дальше. Я понимаю, что она, наверное, просто так, это вы уходите в рационализацию. После разговора хочется просто уйти, чтобы всего этого не слышать. Вы уходите от чего-то в себе. Скорее всего. Поэтому и вопрос к вам такой. Если вы уходите от чего-то в себе, то давайте попробуем разобраться с тем, от чего именно вы уходите. конкретно. Да? Вот. Вот прям просто-просто, вот конкретно от чего вы уходите, конкретно куда вы уходите. Вот. Это очень важный момент, как мне кажется. Вот. Что вас мотивирует, ну вот, сбегать, так скажем. Вот. Чем вы, ну, сталкиваетесь с таким достаточно, ну, болезненным для себя. Вот. Это очень важно. Чтобы вы сами себе постарались ответить на эти вопросы. Понимаете, да? Надеюсь. Дальше. Она выносит мозг говорить неприятные вещи по поводу моей внешности, моего поведения и отношения ко мне окружающих. Мне кажется, основная сложность ваша здесь в том, как мне кажется, что вы не отделяете себя от своей мамы. То есть есть то, что говорит ваша мама, есть то, что думает, эм, ну, условно говоря, ваша мама, да? Вот. А есть то, что думаете, как бы вы. Есть то, что хотите вы. Вот. Знаете, какая штука. А вам это вот как будто сложно. А вам как будто очень сложно и трудно на это переключиться. Вот. Но это важно, тем не менее. Дальше идем. В сиротском возрасте я стал понимать, что из-за этого может страдать моя самооценка. Но я уже не могу с ней перестать общаться. Общение очень неприятное. Но вы перестать общаться с ней, наверное, не можете. Наверное. Но вы можете выстроить общение, как мне кажется, таким образом, чтобы вам оно было максимально комфортно. Чтобы оно для вас было максимально комфортно. Да? Чтобы оно вам было максимально, ну, таким приятным. Вот. Это вы вполне можете сделать. И... Как бы вот... Тем самым... Ну, вот. Тем, например, что... Допустим. Допустим. Вы строите... Какие-то... Ну, какие-то границы. Вы... Позаботитесь... И о себе... В этом смысле. И о маме. Вот. И... В целом... Вот. Все... Эээ... Все будут довольны. Разве нет? Ну, вот. Ну, вы как-то вот... На мой взгляд... Ээээ... Игнорирует. Почему-то. То есть у вас здесь, как мне, кажется, такая достаточно сильная категоричность присутствует. То есть либо я с ней не общаюсь вообще, либо я общаюсь с ней так, как хочет она. Интересная штука, почему вам не приходило в голову идея такая, что можно сделать так, чтобы и овцы были целые, и волки сидят. Ну можно же так сделать. Вот. Ничего, ничего же сложного-то в этом нет. Как будто бы. Но вы это вот преподносите как, ну как своего рода конфликт такой. Как будто бы боитесь, например, обидеть свою маму. Ну вот, вы обидеть ее боитесь в данном случае? Вы ее не обижаете, но страдаете сами и, в общем-то, вряд ли она очень сильно довольна тем, как складывается ваше взаимодействие с ней. Вот. То есть тут основная проблема, в моем взгляд, заключается в том, что вы чересчур серьезно к ней относитесь. То есть вы относитесь к ней так, как будто она вот очень много для вас значит. Не в плане того, что она не должна для вас ничего значить. Понятно, что она ваша мама, и она будет для вас что-то значить. А в плане того, что ее мнение, ее мнение, ее позиция, вот. На мой взгляд, прямо для вас очень-очень сильно значить. Ну, много. Понимаете? Какая штука. И это является проблемой. как мне кажется. Вот, собственно, то, что хотелось бы вам сказать. С точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Вот. Вам можно помочь. Это не так сложно. Если вы готовите с собой работать и разбираться в том, за счет чего, ваша мама сейчас имеет такую большую над вами власть. И почему эта власть у мамы, а не у вас? На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. И удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует...